Субтитры создавал DimaTorzok До какого-то момента юноша живет так, как будто земля сама ложится ему под нами. Поток жизни увлекает его, перед ним расстилается широкий ковер жизни. Но наступает момент, когда ему нужно сделать выбор. От того, насколько он будет правильным, зависит, будет ли его по-прежнему увлекать поток, независящий от его воли, или он возьмет свою судьбу в свои руки и будет идти к полному ее воплощению. И этот выбор нужно не раз подтвердить на жизненном пути. Какой молодой, но как он опоздал, как опоздал. Урин писал отца Федора несколько раз. Первый раз на своем знаменитом эскизе, по сути, самостоятельном портрете, картине «Русь уходящая». Еще раз он пишет его на своем знаменитом триптихе «Александр Невский». И, наконец, отец Федор запечатлен кореном на множестве карандашных набросков. В январе 1911 года на севере Персии, современного Ирана, прошли антирусские волнения. Были разгромлены представительства Российской империи, убитые члены дипломатического корпуса. Среди убитых был русский консул в Исфахане Павел Георгиевич Богоевленский. Его вдова, Ольга Петровна, осталась одна с тремя маленькими детьми. Старшему из них, Олегу, было шесть лет. После гибели отца семья Богоевленских возвращается в Россию. И некоторое время еще довольно, ну, вполне сносно существует на пенсию, которую получала мать от правительства, поскольку отец преподобного членка Федора был послом и ранен человеком на государственной должности. Когда наступает революция, конечно, все это прекращается, и семья должна существовать на какие-то собственные средства. Мать Олега Павловича преподает, преподает музыку, и на эти средства существует какое-то время. Несмотря на потерю отца, несмотря на потерю главы семьи, жизнь могла потихонечку налаживаться. То есть дети бы встали на ноги, дети бы выучились, но через шесть лет после гибели Богоевленского старшего начинается революция. Все, что они строили, все, что они пытались наладить свою жизнь, это все в одночасье рухнуло. И если бы не поддержка брата Александра Павловича Нечаева, то, скорее всего, семья могла просто погибнуть, как погибли десятки и сотни людей в те годы. Родной брат мамы отца Федора, педагог, психолог Александр Павлович Нечаев в Самаре трудился в это время. Он был ректором Саратовского университета. Он приглашает их к себе, и на его уже зарплату семья существует. А семья многодетная. Помимо Олега, у Ольги Петровны еще двое детей. Сестра Олега Ольга и еще один сын Георгий. В 1921 году бедствие докатилось и до Самары. Вместе с голодом в городе свирепствовали сыпной тиф и холера. На улицах валялись разлагающиеся трупы. Жизнь в Самаре стала невыносимой. Вдобавок ко всему, Нечаева в это время переводят в Москву. И взять с собой сестру с детьми он не может. Надо просто выживать. Надо выживать в тяжелых условиях, революционных. Надо выживать в тяжелых условиях начинающегося голода буквально. И, конечно, все это касается и семьи Богоявленских. Очень трудная ситуация, в которую они попадают. Забота о семье легла на 16-летнего Олега Богоявленского. Он поступил работать писарем в воинскую часть. Получил паек и обмундирование, которые тут же выменял на продукты для матери и сестры. Сам ходил в длинные до пят шинели, соломенной шляпе и лаптях. Конечно, мальчик рос. Он пытался соответствовать тому, что он теперь старший, что ему заботятся о семье. 16-летний юноша совершенно не обращал внимания на свой странный внешний вид, роднивший его с деревенским юродивым. И был счастлив, что ему выгодно удалось обменять вещи. В 22-м дядя наконец смог устроить переезд Богоявленских в Москву. Голод отступил. Хотя жизнь по-прежнему была трудной. Белый хлеб на столе был только по праздникам. Надо сказать, что середина 20-х годов стала временем очень богатой духовной жизни в советской Москве. Студенческие годы – годы всегда особые. Для каждого человека, который начинает чему-то учиться, у которого появляются новые друзья, появляется такая серьезная заинтересованность в учебе, о том, что заинтересованность была у молодого студента. Об этом нет никаких сомнений. Об этом показывает, об этом говорит вся его последующая жизнь. Он учился с большим интересом. Молодые сердца были охвачены поиском истины. Не только научной или художественной, но и религиозной. Олег уже в Москве, он всерьез задумывается о том, что надо учиться. У него было давнее желание заниматься медициной. Как он сам потом говорил, у меня было желание служить ближним. А медицина для этого дает как раз широкие возможности. В 1924 году Олег Богоевленский поступает на медицинский факультет Московского университета и с головой окунается во вдохновенную атмосферу 20-го. Вместе с другими студентами он участвует в борьбе с беспризорностью и становится членом литературно-философского кружка, сосредоточенного на изучении русской религиозной философии. Вера в Бога, которая была всегда с ним, она его толкала не столько на общественно полезные дела, хотя это было естественным следствием, сколько на исполнение евангельской заповеди. Послужить ближнему. Отсюда забота о беспризорниках, отсюда желание работать в медицине. На четвертом курсе Олегу пришлось оставить университет. В связи со смертельной болезнью матери он должен был зарабатывать на хлеб. После того, как он уходит из медицинского университета, его призывают вскоре в армию. И в армии он не скрывает, конечно, тоже, как и везде, и всегда он никогда не скрывал своих религиозных побеждений, за что ему неоднократно доставалось от начальства, в том числе в оболон и на губ вахте. После армии, видимо, в нем начинается вот этот внутренний переворот. И когда он понимает, что все-таки стремление послужить Богу в нем сильнее, чем даже желание заниматься врачебной деятельностью, он обращается как раз сначала к священномученику Сергию, в приходе которого они оказались, священномученику Сергию Голощапову. Отец Сергий стал священником под влиянием патриарха Тихона, а до этого он был преподавателем Московской духовной академии, преподавал философию, преподавал основное богословие. И вот как раз в тот момент, когда он получает свой приход, храм грузинской иконы Божьей Матери, он там, можно сказать, пытается воссоздать такую древнехристианскую атмосферу. Например, проходили службы по греческому чину, только лишь при свете паникодила, свечей. И вообще молитва была очень напряженная, в чем-то напоминавшая монашеский устав. И вот, собственно, в такой общине оказался юный человек, ставший впоследствии монахом отцом Федором Богоевленским. Что такое приход грузинской иконы Божьей Матери? В житии отца Федора указано в скобках, что это храм же в начальной троице в Никитниках, он же грузинская икона Божьей Матери. Но мы должны понимать, что это был двухэтажный храм, и верхний храм как раз с престолом живоначальной троицы уже был к тому времени закрыт. И службы шли только вот в нижнем, фактически в крипте храма. То есть приход грузинской иконы, это уже была такая живая, готовая иллюстрация к тому, что творится в стране. Что молиться свободно уже не получается. Что совершать службу Богу открыто уже будет невозможно. Его душа уже в тот момент искала какой-то большей, наверное, большей близости к монашеству. Что пусть совершающаяся, пусть регулярная все-таки, но служба мирского прихода, она в его душе, вот все-таки, его душе не давала полностью, вот как там, развернуть, раскрыть себя. Плюс, как мы знаем, там начались взаимные непонимания уже между самими членами общины. Вообще не происходит раскол, и вскоре Олег Боговленский уходит в Высокопетровский монастырь. Сначала как прихожанин, потом как ученик их полуподпольной, в этой богословской школы, духовной академии, которую владыка Варфоломей попытался воссоздать в Высокопетровском монастыре. В тот момент монастырь был уже ликвидирован, но в одном из храмов служили старцы закрытой Зосимовой пустыни. Богослужение совершалось по древнему уставу, а главное, вокруг опытных наставников сложились тайные монашеские общины. Это была самая крупная из известных нам сейчас тайных монашеских общин советского времени. Перед Олегом раскрывается глубина духовной жизни, о которой он раньше и не подозревал. Его духовным наставником становится архимандрит Никита Курочкин. В начале 1929 года он стал послушником тайного Петровского монастыря. Последним храмом обители, где служили отцы, был Боголюбский собор. Пострик Олег принял уже в храме преподобного Сергия Радонежского на Большой Дмитровке. Сюда перешли петровские отцы после закрытия последнего храма обители. Здесь он был пострижен в монашество с именем Федор в честь преподобного Федора Студита. 30 ноября 1930 года он был рукоположен в диаконах. Жил отец Федор теперь на колокольне храма преподобного Сергия. В то время в Москве действовала тайная духовная академия. Отец Федор учится в ней, пишет дипломную работу, посвященную его святому Федору Студиту, изучают историю иконописи. В марте 1933 года в храме Сергия на Большой Дмитровке прошли аресты. Всего было арестовано 24 человека. Среди них были и три молодых монаха. Отец Федор, отец Герман, отец Никола. Их обвинили в том, что они были членами нелегального монастыря и создавали кружки для работы с молодежью. Показания отец Федор давать отказался, а на первом протоколе составленном следователем написал. Содержание данного протокола считаю несоответствующим действительности. Большие буквы НЕ подчеркнутые соответствуют действительности. Так, чтобы это точно уже никуда не пропало, никто не смог это ни стереть, ни исправить каким бы то ни было образом, ни скрыть вот эту его подпись под очевидно подложным, не за ним записанным протоколом допроса. Когда был арестован сам отец Федор, уже иродиаконом, ему вину вменялось, как и остальным отцам этой общины, что они восстановили подпольную духовную академию, а религиозное образование уже было вне закона. Но при этом мы видим из продолжения этой истории, из дальнейших событий, что без этого евангельского фундамента их дальнейший путь, путь мучеников и исповедников уже был бы невозможен. Соответственно, они были обвинены в том, что стали частью вот этого нелегального монастыря, создавали кружки по работе, с молодежью принимали активное участие в церковной жизни. И в конце апреля эти молодые исповедники веры были приговорены к трем годам заключения в справедливый трудовой лагерь. Причем из них троих только лишь отцу Федору суждено было позднее вернуться. Для начала 30-х это был очень жесткий приговор. В то время чаще приговаривали к ссылке. Заключения в лагерь было распространено меньше. ГУЛАГ только создавался. Тем более приговор к дальневосточным лагерям. Пункт назначения его в системе ГУЛАГа был самый географически дальний. Его отправили в дальневосточное управление лагеря особого назначения, которое занималось прежде всего железнодорожным строительством в районе Владивостока, Абаровска, Комсомольска, Наамуре. И перед посадкой на теплоход в Владивостоке у него отнялись ноги. Думали, что это симуляция, его стали избивать, но побои ничего не могли изменить. И вот в результате уже лагерный врач констатировал у отца Федора нервный паралич. Так отец Федор оказался в больнице и в общем оказалось, что это конечно была милость Божия. Смирение без труда спасения, как единогласно говорят святые отцы. Приобретается же оно не сразу, но когда человек испытает и перетерпит многую болезнь и изменение своему страстному устроению. На то, что он все-таки не попал под следующий срок, что он все-таки выжил, повлияло как раз его вот это незаконченное медицинское образование. За него поручился лагерный врач, которому он все время заключения поневоле ассистировал. И как потом шутил отец Федор сам, что ему теперь и роды принимать не страшно, потому что других медиков просто не было. Врач отнесся к нему по-человечески и узнав, что у отца Федора было незаконченное медицинское образование, он сделал его лекпомом, то есть лагерным фельдшером. Этот спаситель, врач Ищенко дарит ему справочник по прописыванию лекарств, который становится на многие годы для отца Федора настольной книгой. А вообще из воспоминаний известно, что молодому иноку приходилось в лагере выполнять самые разные поручения. Ассистировать более чем при 100 операциях, например, ему пришлось, ему приходилось удалить зубы. После трех лет заключения отец Федор вернулся в Центральную Россию. Вернулся единственный из арестованных с ним собратьев. Отцу Герману, находившемуся в Сиблаге, добавили срок, а отец Никола после лагеря оказался в Томске на поселении. Оба они были расстреляны в 37-м. Конечно, было большой радостью для общины, потому что его появление было встречено радостно другими духовными чадами отца Никитова, всеми петровскими отцами. Отцу Федору было запрещено жить в Москве, поэтому он поселился в Егорьевске, затем переехал в Тверь, несколько месяцев жил в селе Амельфино под Волоколамском. Вместе со справкой об освобождении он носил в кармане ходатайство врача Ищенко разрешить Олегу Павловичу Богоевленскому закончить медицинское образование. Надо было делать выбор. Он обращается за советом к своему духовнику, к отцу Никите, который в это время служил в Подмосковье, в Знаменском храме села Ивановское. Как ему поступить? У него на руках, у отца Федора, была характеристика, которую дал ему врач вот этого лагеря, который всячески советовал ему оставить просто религию, оставить вот эти духовные свои пожелания, поиски, движения, служить людям и помогать людям в качестве врача. Ты сможешь нормально, официально помогать людям быть врачом. Можно было воспользоваться этой рекомендацией, но это не противоречило его монашескому призванию. В таком случае оно теперь оставалось бы тайным. По такому пути уже шли его собратья по Высокопетровской общине. Или же нужно было идти на открытое служение церкви, становиться священником. Это означало бы рано или поздно новый арест, лагерь, смерть. Человеку, только что вернувшемуся оттуда, выбрать этот путь было очень непросто. И когда отец Федор вернулся, то его духовного наставника Мадрита Никиту мучил один вопрос, что делать с этим молодым монахом, тогда уже радиаконом. И он говорил со своей духовной дочерью, Ольгой Александровной Кавелиной, делился с ней своими переживаниями, вот не знаю, что делать с отцом Федором. он работал там, то есть в лагере фельдшером, так что может сейчас пойти в любую больницу работать. А ежели он станет священником, то его скоро заберут. Как решить этот вопрос? Отец Никита, духовник отца Федора, предоставил ему самому сделать выбор. Медицина и тайное монашество или священство и открытое служение. Ольга Павловна, сестра отца Федора, вспоминала. И тут брат обратился ко мне, к своей сестре, дружбой, с которой он был связан с малых лет с вопросом. А как ты думаешь, что мне посоветуешь делать? Я была потрясена его вопросом, не зная, что ему ответить. Зная, что он по своей натуре может только полностью и целиком предаваться какому-либо делу, я подумала, что если посоветую ему заняться медициной, то это все-таки будет возвращением в мир, от которого он отказался, взяв на себя иго, бремя тяжкое, но спасительное монашество. И вместе с тем посоветовать ему идти в такое время по пути, ведущему прямо на Голгофу, у меня, как у горячой и беспредельной любящей его сестры, не хватало сил. В этот момент отец Федор вместе со своей сестрой Ольгой они встают на молитву перед семейной иконой. Это казанская икона Божьей Матери, которая была еще у его отца и была все время с ним и в их семье, которая благословила их Ольга Петровна, мать отца Федора. Тогда я взмолилась к Божьей Матери и обратилась к ее причистому образу Казанской иконе благословения моей Матери, чтобы она вразумила меня, что ему ответить. Помню, что тогда у меня буквально чуть душа с телом не расстались. И вдруг словно голос я основу слышала, вземшейся заорала, да не зрит вспять. Пусть не оглядывается тот, кто возложил руку свою на плуг. Я только и смогла повторить эти слова. Спасибо тебе. Одна только ты меня поддержала. Мне так это нужно было. Благодаря в том числе вот и тому видению, которое было его сестре, когда она молилась о брате перед Казанским образом Божьей Матери, он принимает окончательное решение, что все-таки он священнослужитель, он монах и он должен служить Господу. И поэтому он приходит в Московское апархиальное управление, в канцелярию Московской Патриархии и просит назначить его на приход. Рукоположен был не сразу, сперва он трудился еще в подмосковных храмах, как иродиакон, сперва это был храм в Амельфино, где он помогал пожилому батюшке, настоятельу, протеерею. Отец Федор подал прошение о рукоположении в сан священника. Пока принималось решение, Петровскую общину постиг новый удар. Отец Никита Курочкин, духовный отец отца Федора, он уже в 37-м году тяжело болел. В мае у отца Никиты произошел инсульт, все время это отец Федор был при нем и как медицинский работник, и как духовный сын, и как в каком-то смысле преемник. Отец Федор говорил, я готов еще раз пережить заключение, лишь бы был жив батюшка. И он же сделал замечательный карандашный портрет отца Никиты на смертном адрике. 12 мая 1937 года отец Никита умер на руках своего духовного сына. Прихожане храма, где он служил, предложили отцу Федору занять место его наставника. В 40-й день после смерти отца Никиты отец Федор служил в этом храме свою первую литургию. Опыт общения с отцом Никитой, опыт общения с духовником, это был действительно опыт семьи. И он потерю духовного отца очень остро переживал, хотя для него определенным утешением было потом, что его первая литургия уже в священническом сане, когда его рукоположили, что это был сороковой день по кончине батюшки. И он свою первую литургию служил фактически поминая своего духовного отца. Как раз после смерти архимандрики Никиты прихожане знаменского храма села Ивановское призвали, пригласили отца Федора, зная, насколько он такой добрый и думчивый человек, верующий, насколько глубоко он проникает в службу. И просили его встать на место его почившего духовника. И тогда отец Федор как раз был рукоположен в иеромонаха и начал свое служение в храме в селе Ивановское. Но служба его там продолжалась недолго, потому что тогда очень активно власти буквально душили налогами духовенства. Он сталкивается с экономическими преследованиями, которым советская власть еще с 18-го года подвергает православное духовенство. Мы знаем, что с 18-го по 36-й год существовало понятие лишенцев, то есть священнослужители, монашествующие, а также члены семей священнослужителей и церковнослужители, в том числе официально оформленные сотрудники приходов были лишенцами. Они не получали материальной помощи от государства и наоборот платили повышенные налоги. Особенно большие налоги платили священники. Один из священников по своей жалобе писал, что эти налоги составляли 200% от его доходов. То есть людям буквально приходилось каждый год выкупать священников. В конце первого года священства налоговые власти пришли к отцу Федору. Заплатить названную имя сумму ему было нечем. Прихожане разоренные коллективизацией тоже ничем не могли помочь. Они с горечью понимали, что храм их будет закрыт, а отец Федор отдан под суд. Тогда староста Троицкого храма в соседнем селе Язвище Мария Васильевна продала свою корову и уплатила налог за священника. Он снова стал служить, но уже в соседнем селе Язвище Волоколамского района, где незадолго перед тем был арестован настоятель. Мария продает корову для человека, для крестьянина в предвоенные годы это равноценно жизни, потому что та корова, которой человек распоряжался, это его личное подсобное хозяйство, это не то, что угнали в колхоз, это вот те несколько соток, которые оставили человеку для пропитания и поддержания жизни, это уже чудо, что у него эта собственность сохранилась. Отдать корову это означало в общем-то фактически рисковать жизнью в тех условиях. Ну и вот тем не менее люди на это шли ради церкви. В декабре 1940 года его вторично привлекли к суду за неуплату налога. На этот раз власти готовили ловушку. Незадолго до суда его вызвали в сельсовет, где его ждали двое незнакомых в штатском. Разговор начался в неожиданно милостивом тоне. Вот что, будем говорить прямо. Мы тебе зла не желаем, ты еще молодой, может быть, опомнишься. Мы тебе дадим теперь такой хороший приход, что будешь во как сыт. Налог с тебя будет снят вовсе, тебе не нужно будет его выплачивать, только за это с тебя потребуется очень немного. Подпиши вот эту бумажку, что когда будешь служить на этом приходе, то будешь нас держать в курсе дел и записывать наблюдения о своих прихожанах. Внимательно смотри, что там делается, и будешь передавать нам. Выслушав предложение, отец Федор встал во весь свой высокий рост и резко ответил, «Я не воспитан доносчиком». В ответ на это один из штатских вырвал из его рук паспорт и разорвал. Позже отцу Федору был выдан новый паспорт с пометкой, запрещающей ему проживание в Московской области как человеку, отбывавшему срок в исправительно-трудовых лагерях. Отец Федор уехал в село Завидово, где снял маленькую комнату. Но большей частью он бывал в Москве у своих духовных детей или за городом у сестры Ольги в поселке Востряково, где ей принадлежала половина дома. Он тайно служил, принимал духовных детей, причащал их. Он еще три года после отца Никиты до начала 1941 года он все-таки ухитрялся как-то осуществлять вот это духовническое служение в Москве, в Подмосковье, это как раз для нас очень важно тем, что вот это его монастырь. У него нет стен, у него нет кельи, его моленная икона висит дома у его сестры, он даже он не может даже рясу свою надеть, которая висела в шкафу точно так же в домике его сестры. Отец Федор стал и духовным наставником для очень многих людей, в том числе для чад петровских отцов, прежде всего он стал духовным наставником для общины учеников Архимандрита Никита. Это была очень большая общность людей, которые именно в Петровском монастыре она себя осознавала как единая евхаритическая духовная семья. власть совершенно четко поставила себе целью, что эти общины незаконны и как таковое, что в советском светлом будущем монашеству места не должно быть. И отец Федор, как раз носитель вот этого монашеского духа, как человек сам принесший монашеские обеты, он вот в этой советской действительности оказался человеком не очень уместным. 22 июня 1941 года был подписан ордер на арест отца Федора. Первый день войны. Через два дня после начала войны отец Федор тайно приехал к сестре Вострякова. Арестован отец Митрофан. Скоро придут и за мной. Спрячь меня. Я должен приготовиться к смерти. Война началась. Немецкая армия вторглась в пределы Советского Союза. Страна начинает собирать все свои силы для того, чтобы дать отпор врагу. А поиск врагов народа идет своим чередом. Отца Федора стали искать и в Завидово, где он проживал в то время, и в Москве, но нигде его не могли найти. Две недели его искали. В тот момент жил на даче у своей сестры Ольги Вострякова и был там арестован 10 июля 1941 года. Его искали, его искали в Москве, но никак не могли выйти на место его проживания. и случайно в кармане одной из его духовных чад нашли скомканный билет на электричку до Мострякова. Место, где жила сестра. Дорогое мое чадо, мир тебе и Божие благословение. Не смущайся и не ужасайся, подобает босим тако быти. Для укрепления и отгнания уныния почитай первое послание святого апостола Петра и десятую кофизму с тропарями и молитвой ее. Будь сосредоточена и спокойна в настоящий час испытания. Матерь Божия да покроет тебя своим амафором. Христос с тобой и мои недостойные молитвы. Причастись и предай все в волю Божию. По вспоминаниям его сестры Ольги сам этот арест происходил следующим образом. Когда чекисты уже вошли в здание, они не сразу попали в ту комнату, где находился отец Федор. Но он наверное почувствовал какой-то шум, услышал, что в доме чужие люди, услышал голоса. Он в этот момент спал, но как бы не хотел просыпаться. Он вот так вот лежал на кровати, стонал и Ольга Александровна Ковельна предполагала, что в этот момент он молился. Он молился и вот эту молитву он не хотел прерывать. Он находился в такой духовной силе внутренней, что, например, когда один из них пытался взять и прочитать некий листочек бумажки, он просто выхватил этот листок у него из рук, на глазах у сотрудников, которые ничего не могли с этим сделать, этот листочек порвал в мелкие кусочки и разбросал там пополу так, чтобы их невозможно было собрать и сказать, что вам это нельзя видеть. Это было исповедь, это было исповедание помыслов. Это было то, что практиковалось вообще в Петровском монастыре. Если человек не мог исповедовать непосредственно своему духовнику какие-то свои помыслы, какие-то свои движения души, то он писал это письменно. Во время ареста ему подбросили конверт или даже написали, что обнаружили у него конверт с портретом Гитлера и с какой-то надписью на немецком языке, поскольку, видимо, сам отец Федор, с точки зрения чекистов, должен был стать фигурантом группового дела. Многие люди были арестованы тогда в Москве из членов Петровской общины, из тех людей, кто духовно окормлялся отца Федора. После того, как отец Федор отслужил молебен перед Казанской иконой, в котором фактически были вынуждены принимать участие сотрудники НКВД, которые находились в том же помещении и никуда не могли просто оттуда даже уйти, отец Федор надел скуфью, надел зимнюю рясу посреди лета, он понимал, что он уходит надолго. И когда следователь НКВД, пришедший его арестовывать, кричит ему, что это за маскарад, он отвечает, это не маскарад, это моя одежда. Я этому посвятил свою жизнь, я теперь могу наконец ее надеть. При приближении немцев к Москве часть заключенных, в том числе отца Федора, вывезли из Москвы и отправили в Саратов. Власти пытались раскрыть очередную антисоветскую сеть. И первоначально вместе с отцом Федором был арестован целый ряд людей, с которыми он встречался, которые так или иначе были с ним связаны. И лейтмотивом допросов самого отца Федора было как раз желание властей получить неопровержимые улики того, что в Москве и Подмосковье существует очередная контрреволюционная организация. Отец Федор держался на допросах с удивительным мужеством. Он не назвал ни одной фамилии, не подтвердил никаких обвинений против него выдвинутых. Хотя его избивали по воспоминаниям людей, которые находились с ним в одной камере. Отца Федора ежедневно в течение долгого времени вызывали ночью на допросы, не давая ему нарочно спать, и там избивали и топтали ногами. Один раз его приволокли с допроса с окровавленным лицом, часть бороды вместе с кожей у него была вырвана. Мучили они его за то, что он упорно ничего не отвечал им, несмотря на пытки. Ни одного слова. Они требовали, чтобы он назвал фамилии всех духовных детей и других лиц, с которыми он общался. Отца Федора в Италии и были ночи, когда он с допроса не мог даже своими ногами дойти до камеры, его просто конвоиры приносили и закидывали в камеру. Вот, несмотря на тяжелейшие условия, в которых он оказался и очень трудные его обстоятельства, он продолжает настаиваться. Я считаю для себя нравственно невозможно называть этих людей. В 43-м году отец Федор был уже в тюрьме города Палашова, куда были эвакуированы все тюрьмы московские, и уже по делу проходил только он один. Отец Федор был приговорен к пяти годам заключения. Выйти из нее отец Федор уже не смог. 19 июля 1943 года он умер в тюремной больнице Балашова и был погребен в безвестной могиле. Опоздал молодой романах, опоздал этот молодой монах, поздно, опоздал. В год смерти отца Федора Павел Корин пишет свой знаменитый триптих Александр Невский и снова возвращается к образу молодого монаха. Конечно, он не знал, что герой его картины в это время умирал в Балашовском тюремном лазарете. Но образ его не отпускал, требовал какой-то завершенности. И молодой монах превращается в молодого древнерусского витязя, готового вступить в схватку с врагом до самого конца, до победы, до победы духа. Субтитры создавал DimaTorzok